Телеканал КРТ представляет Телеканал КРТ собрались на видеоконференцию, на повестку дня которой было вынесено предложение, подписанное правительствами девяти стран еврозоны, выпуск так называемых коронаоблигаций, нового типа общего долгового инструмента. Идея выглядела красиво. Единение севера и юга, кредиторов и заемщиков в солидарных облигациях, которые привлекли бы средства под низкий процент, как для сверхнадежных заемщиков, таких как Германия и Нидерланды, а воспользоваться ими смогли бы куда менее надежные должники Италия, Греция, Болгария. Болгарское издание «Дневник» влажно мечтало, цитата, «коронаоблигации позволят снизить стоимость заимствований в некоторых наиболее пострадавших странах, предотвратив новый кризис суверенного долга и высвободив необходимое финансирование для инвестиций в здравоохранение и восстановление экономики», конец цитаты. Однако иллюзию солидарности жестко разбили Германия, Нидерланды, Австрия и Финляндия, которых болгарское издание нарекло бережливой четверкой. Впрочем, необходимо отдать должное болгарским журналистам. Критикуя эту четверку за отказ от европейского финансового единства, они четко изложили позицию этих стран. Цитата, «Выдача общего долгового инструмента накажет страны, откладывающие на черный день, и будет стимулировать дополнительные ошибки в фискальном управлении среди тех, кто не откладывает». Конец цитаты. То есть те, кому не нужно занимать для себя ввиду наличия резервов, не хотят занимать для других и тем более солидарно обслуживать абсолютно излишний для них государственный долг. Заключительным аккордом европейского единства стал призыв министра финансов Нидерландов Вопке Хукстра к Брюсселю выяснить, почему некоторые страны еврозоны не решили свои проблемы до пандемии. Это замечание премьер-министр Португалии Антонио Коста назвал отвратительным и бессмысленным. Впрочем, на прошедших выходных общество любителей дешевых кредитов пополнилось еще тремя странами Балтии, Кипром и Словакией. Так что выпуска солидарных коронооблигаций теперь уже требует 14 государств-членов ЕС. Самым активным сторонником коронооблигаций является премьер Италии Джузеппе Конти, который на выходных дал интервью немецкой «Züdeutsche Zeitung» под весьма характерным заголовком «Италия осталась одна». Весь этот плач Ярославный на тему, почему все должны спасать Италию, интересен достаточно жесткой манерой ведения диалога немецким журналистом Оливером Майлером. Так журналист напоминает итальянскому премьеру об огромной горе итальянских долгов, на что Джузеппе Конти взрывается эмоциональной тирадой, уходя от прямого ответа. Цитата. В итоге возник европейский проект. Вот и сейчас, когда все оказались затронуты событиями, в которых никто конкретно не виноват, нам необходима солидарность. Но в первую очередь речь идет о том, чтобы мы подарили нашим детям и внукам совместное будущее. Конец цитаты. Не получив ответа на заданный вопрос, Оливер Майлер охотно переходит на предложенную премьером колею. Цитата. Кстати, что касается Второй мировой войны, когда итальянцы злятся на немцев, они всегда напоминают о войне. Недавно один депутат заявил, что итальянцам надоел диктат внуков Гитлера. Конец цитаты. В один из моментов интервью журналист перебивает стенание Конте вопросом. Кажется, вы настроены недоверчиво. Вы убежденный европеец? На что получает интересный ответ. Цитата. Я никогда не был в восторге от таких категорий. Скажу только, национализм вредит Европе примерно так же, как и лицемерный европеизм. Что необходимо, так это критический, но конструктивный европеизм. Мы как раз переживаем исторический момент, который требует политического качественного скачка. Я вижу это точно так же, как Эммануэль Макрон. Мы оба уверены, что на кону стоит европейский проект. Я здесь говорю не только о следующих выборах, но и об идее Европы. Конец цитаты. На дипломатическом языке это означает, что Риму сегодня милее европейское лидерство Парижа, нежели Берлина. Ибо Берлин лишний раз платить не желает. Столь же оперативно, как мои кошки на стук дверцы холодильника, на дискуссию о долговых обязательствах отреагировал серийный филантроп Джордж Сорос. В своей авторской статье в издании Project Syndicate этот любитель юных демократий предложил Евросоюзу выпустить так называемые вечные облигации для финансирования фонда восстановления. Причем рассмотреть этот вопрос немедленно, уже на предстоящем саммите Европейского Совета 23 апреля. Наш благотворитель-мародер приводит прецеденты таких размещений, которые для Евросоюза являются беспрецедентными. Цитата. Самый известный пример – Великобритания, которая использовала консолидированные облигации, так называемые консулс, для финансирования наполеоновских войн, а позже Первой мировой войны. Конец цитаты. Международный спекулянт утверждает, что у вечных облигаций имеются дополнительные преимущества, главная из которых состоит в том, что, цитата, «вечные облигации не нужно погашать, поэтому они создают невероятно легкую бюджетную нагрузку для Евросоюза, несмотря на значительную финансовую огневую мощь, которую они способны мобилизовать. Евросоюзу не надо их ревинансировать, когда приближается срок погашения, не надо возвращать сумму основного долга и даже не надо откладывать деньги на их грядущее погашение. ЕС будет лишь обязан регулярно выплачивать проценты по этим облигациям. Вечные облигации на сумму 1 трлн евро с купоном 0,5% будут стоить бюджету ЕС всего лишь 5 млрд евро в год. Это меньше 3% бюджета ЕС на 2020 год». Конец цитаты.